Друзья, здравствуйте! Я очень рад вас всех видеть здесь, сегодня на этой площадке. И я сейчас сидел, смотрел онлайн, смотрел что-то у нас на стримах, увидел несколько тысяч человек, просто по-человечески горд за человечество, что мы начали изучать эту тему так подробно, что столько заинтересованных лиц. Почему вообще я здесь сегодня перед вами стою, позднее ко мне присоединится Юра? Потому что мы, маркетологи, друзья, любим хайп. Нам нравится пробовать все истории, которые только появляются, самыми-самыми первыми. И я, конечно, когда только появились еще первые какие-то прототипы нейронок, глубоко в это погрузился, начал изучать. И скажу честно, что сейчас я гораздо больше времени трачу на изучение нейросетей, на понимание того, как ими пользоваться наиболее продуктивно, чем там, например, на изучение маркетинга. Потому что, на мой взгляд, вот нейронка, аишка, это копилот, это тот рычаг, который позволяет производительность усилить кратно. И изучать это надо все сейчас, потому что потом будет поздно. Я вам сегодня немного расскажу о том, как мы сами начали в маркетинге применять аишку. Дам какие-то такие практически прикольные примеры. У меня не так много времени, я могу про эту тему говорить бесконечно. Но есть у меня минут 20-30, поэтому давайте попробуем погрузиться в эту историю. Ну, начнем с того вообще, а что такое маркетинг. И если там посмотреть на какие-то курсы в интернете, то обычно обучение маркетингу, оно сводится к обучению какому-то конкретному каналу. Например, там, как запускать таргет в ВК, или как вести там канал в телеге. Вот это вот все, вот это вот все. Performance, аналитика. Очень много мы любим говорить про цифры, очень мы любим, чтобы все было обсчитано, чтобы все данные собирались, и было все понятно, потому что это делает маркетолога безопасным, мироощущение маркетолога безопасным. Когда все обсчитано, когда много-много цифр, ему кажется, что все хорошо, и он все делает правильно. На самом деле, вот эти цифры – это очень серьезные ограничения. И я хотел бы напомнить, что маркетинг – это не только лидогенерация, это не только там performance, target, вот это вот все. Это не только CPA, CPC, CPV, CPM. Это гораздо более высокие, наверное, смыслы. Например, маркетинг – это проформирование, собственно, новых идей, создание новой креативной всякой истории, создание новых ценностей для стимулирования рынка. Маркетинг – это эмоции, потому что вы сами знаете прекрасно, что если вы видите рекламу, например, там где-нибудь на YouTube или где-нибудь еще, которая дает вам яркую эмоцию, неважно какой это, там смех, страх, там злость и проще, вы гораздо лучше запоминаете ту информацию, которую в этой рекламе вам хотят донести. Ну и, конечно, маркетинг – это психология, потому что для того, чтобы понять, как вам привлечь клиента, надо понять, как работает мозг этого клиента, как он принимает решения, как у него происходит вот этот вот вообще процесс оценки рекламы, процесс выбора. И что вообще отличает хорошего маркетолога от плохого? Хороший маркетолог изучает человека, пытается понять, как он устроен и как он работает. А плохой маркетолог изучает какие-то конкретные прикладные инструменты, ему кажется, что этого достаточно и выше идти не надо. Хороший маркетолог генерирует эмоции, он в первую очередь всегда думает о том, как зацепить своего клиента какой-то яркой эмоцией. Плохой маркетолог генерирует контент, он не думает об эмоциях, ему важнее выполнить там KPI по количеству знаков. Ну и, наконец, хороший маркетолог создает идеи, а плохой маркетолог компилирует старое. И если вы вспомните примеры тех брендов, которые вам первыми приходят на ум, вот просто вспомните сейчас какие-то любые три бренда, вы поймете, что вы знаете их, скорее всего, потому что они создавали новое, они думали об эмоциях и они изучали вас, изучали то, как вы работаете, для того, чтобы вам эти бренды в голову заложить. И для маркетологов, особенно для плохих маркетологов, у меня есть две новости. Первая хорошая, вторая плохая. Хорошая новость в том, что Аишка – это довольно-таки плохой маркетолог, потому что, как мы уже поняли с вами по предыдущим докладам, он обучался на данных, и он не способен, он не умеет создавать новое с нуля, он может только набирать все, чему он учился за все время, и это компилировать во что-то относительно новое. Ну, кстати, если так задуматься, на самом деле, то наш мозг-то похожим образом работает, да, правда. Мы живем, у нас там есть жизненный опыт, мы проживаем какой-то путь, и потом из этого какие-то идеи генерируем. А на самом деле, знаете, как говорят, что все новое, хорошо забытое, старое. Да, наверное, так, но сейчас не об этом. И плохая новость в том, что маркетолог – это хороший помощник. Несмотря на то, что он не может самостоятельно вот в это искусство, там в какой-то сложный креатив, он, тем не менее, некоторые вещи делает гораздо лучше, чем плохой сотрудник, да даже чем некоторые хорошие сотрудники. И я хотел бы сейчас поговорить о том, какие задачи в маркетинге, какие задачи бизнеса можно вообще делегировать Аишке, для того, чтобы максимизировать вообще пользу и не тратить время на всякую ненужную, скучную историю, а тратить время на крутое, креативное, чтобы люди росли, люди не унывали от того, что им приходится, например, там какими-то правками, постоянными мелками заниматься, а люди создавали. В конечном итоге, мне кажется, что примерно к этому мы и придем, что люди будут создавать, и это классно. Давайте поговорим об этом. Ну, первая идея, которая приходит на ум, когда появляется Аишка в головах маркетолога, это генерация контента. Каждый вообще контентщик думает, о, значит, есть что-то, какая-то технология, которая пишет классные тексты вместо меня. Но, камон, это очень банальная и скучная идея. Ну, реально, это приходит первое в голову. Сейчас мы запустим блок, туда контента нагенерируем, он вылетит в SEO, так можно делать. Но просто говорить об этом не очень-то интересно. Ну, и всегда надо быть осторожным здесь, да, я должен вас предупредить, потому что, во-первых, нейронка любит фантазировать. Она очень часто докидывает какие-то бредовые факты в контент, которые выглядят как настоящие. Там может быть даже какая-то ссылка добавлена на источник, фамилия, имя автора, там книга, из которой это взято. Но когда вы начнете гуглить, например, ту книгу и этого автора, вы выясните, что они не существуют просто. Она вам показывает видимость того, что эта книга реально существовала, на деле она ее придумала. Это первое. И второе, поисковики, они, в принципе, уже довольно неплохо умеют определять сгенерированные тексты. Что будет там через неделю, не появится ли какой-нибудь фильтр там в Яндексе или в Гугле, который будет там пессимизировать ваш сайт, потому что он у вас большей частью сгенерированной нейронкой, мы не знаем. Надо было, конечно, у предыдущего спикера поинтересоваться, но ладно, уже поздно. Но история в том, что когда вы генерируете контент, думайте о том, что, в принципе, в будущем все может измениться, и вы можете сделать хуже. Ну да ладно, еще раз, скучно, банально. Вот что, например, сама Аишка говорит про генерацию контента с помощью искусственного интеллекта. GPT говорит, что я не способен к творчеству, я не умею этого, я не обладаю нужной интуицией, поэтому, скорее всего, мой текст будет не такой крутой. И это ее слабая сторона, но был вот такой классный товарищ, который сделал много для управления, для менеджмента, как теории. Питер Друкер, тут он, конечно, дорисован нейронкой до такого прям киберзлодея, но на самом деле товарищ очень крутой, я бы даже сказал гениальный, и он сказал такую умную мысль, которую я всегда использую в работе. Используйте сильные стороны сторонников, не акцентируя внимание на слабых. Если, например, у вас есть какой-то человек в отделе, который классно вообще пишет какие-нибудь объявления, например, но совершенно не умеет считать аналитику по итогам рекламной кампании, ну, наверное, не самое оптимальное заставлять его изучать аналитику, вот это вот все его развивать, чтобы он там не ошибался в простейших формулах. Вот оптимальнее научить его еще круче писать тексты, дать ему простор, дать ему размах и вообще убрать с него эту аналитику, потому что, ну, так будет просто эффективнее. И давайте поговорим, в чем вообще сильные стороны искусственного интеллекта по сравнению с среднестатистическим, ну, ладно, плохим маркетологом. Пока давайте вот так поговорим. Во-первых, он креативен. Креатив не равно творчеству. Креатив — это скорее про возможность мыслить вне рамок, потому что мы всегда, как люди, когда даже я сажусь какую-то идею генерировать, у меня всегда есть какие-то в голове ограничения. У искусственного интеллекта нет таких ограничений. Его можно сказать «пиши самые безумные идеи, он будет писать безумно». Это работает, можете сами потестить. А и смелый, если я попрошу, например, кого-нибудь из своих ребят сгенерировать, например, какой-нибудь текст для рекламы на радио, они бы, может, рады какую-нибудь приколюху мне принести смешную, но они всегда будут думать «ну я сейчас приду, он скажет, посмотрит на меня, скажет, что вообще принес мне». Нейронка так никогда не подумает. Она, если его попросить, прям «давай мне откровенную дичь», она будет гнать дичь. И это прикольно. Третье. Нейронка способна на саморефлексию. Она может взять собственный материал и подумать «а как его можно получше сделать?» и предложить идеи, предложить способы, как улучшить собственный материал. Человек не всегда так может, потому что он и замыливается, и не все адекватно оценивают вообще и умеют в самокритику. Ну и четвертое. Это продуктивность. Если вы попробовали хоть раз, что такое там чат GPT, Копилот, я не знаю, что угодно, вы понимаете, насколько это ускоряет процесс. Опять-таки, возвращаясь к тому исследованию, там, где Harvard Business Review MIT, 34-46% рост продуктивности при росте качества. Что важно, это не просто рост количества, рост скорости. Качество тоже растет. Было другое исследование, где изучили пишущих людей, тех, кто использует AI и тех, кто не использует AI. У тех, кто использует AI, и продуктивность, и качество выше. Но главное, это, конечно, как мы уже говорили, идеальный промпт. И было вот много курсов, появилось ораторов, которые говорили про промпт-инжиниринг. На самом деле, это очень-очень душный термин, который сразу отбивает вообще все желание этим заниматься, потому что какой-то инженеринг. На самом деле, люди просто сидят и вот в чатике пишут запросы. Это помните, как этот мем с Карлсоном? Да ты же просто пишешь запросы в чат GPT и ждешь от него предложение. Ты чего, пес, я промпт-инженер. Вот это вот оттуда же. Надо просто понять психологию машины. Надо просто разговаривать с ней много, предлагать ей разные вообще процессы, чтобы понимать, как она работает. Я, к сожалению, про промпт сейчас не буду долго рассказывать, хотя очень бы хотелось с вами обсудить это. У меня был вот такой вот вебинар, где я целый час вообще рассказывал о том, как правильно генерировать промпт, и как правильно общаться с нейронками. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Там есть реально крутые примеры. Например, вместе с чат GPT мы сели и с нуля сделали страницу сверстанную в HTML с логотипом, с картинками, с формой минут за пять просто от идеи до страницы. Или мы там генерировали письмо и улучшали для холодной продажи CRM. Вот люблю эту историю, смотрите. Ну да ладно, погнали дальше. Что вообще можно попробовать, кроме генерации контента? Во-первых, мозговые штурмы. Это про креатив и обмен мнениями. И с чат GPT, например, можно прикольно разговаривать, просто как с собеседником. Я иногда, когда у меня какой-то кризис идей появляется, открываю окошко и пишу, что слушай, давай с тобой сейчас потрендим вот на такую-то тему, ты мне какие-то прикольные идеи набрасывай, я буду тебе какие-то вопросы задавать, и в процессе может появиться что-нибудь интересное, новое. Можно просить его придумывать какие-то такие практичные прикладные вещи, например, сценарии для роликов. И вот давайте посмотрим. Я предложил нашему копилоту в Bitrix24 придумать мне слоганы для билбордов, которые будут стоять вдоль шоссе. Я ему сказал, привет, ты профессиональный креативный директор. Баннер ввел его в роль, сказал, набросай пять небанальных идей, ни шаблонных слоганов, дал ему описание продукта и указал целевую аудиторию. Мужчины, руководители бизнеса, 25-45 лет. Он мне сгенерировал вот такие слоганы. В принципе, любой маркетолог бы сгенерировал лучше, но они неплохие. Ну да, погнали дальше. Я этот пример еще буду доворачивать. Второе – это совершенствование, собственно, идеи. Можно закинуть какой-нибудь текст, например, или идею ролика, идею баннера и сказать, сделай лучше. Предложи 10 способов, как улучшить этот материал. Предложи какие-то небанальные механики для него, придумай альтернативы. И вот здесь я даю ему его же слоганы и говорю, расскажи, а как вот эти слоганы можно улучшить, дорогой капилот? И он вот мне говорит, смотрите, можно добавить элементы движения или динамики, чтобы привлечь внимание, или там добавить изображение бизнесмена. То есть он сам предлагает способы улучшения своих же слоганов. Прикольно. Конструктивная критика. Как делаю я? Это реально мой повседневный сценарий в жизни. Я, например, написал какую-нибудь колонку, я закидываю его в чат и говорю, побудь жестким критиком, не жалей вообще меня никак, скажи мне, что с этим текстом не так. И он меня прям по пунктам накидывает. Ну смотри, значит, здесь ты вот долго мысли развиваешь, здесь ты повторяешься, эта идея банальна, а про это вообще все говорят, никогда про это не говори, ты выглядишь как дурак. Вот. И он помогает найти слабые места, он помогает улучшить. Можно просто исправить ошибки. Банально можно закинуть текст в аишку и сказать, вот, орфография, пунктуация, вот это все поправь, пожалуйста. Это, конечно, забивать гвозди микроскопом, но я так делаю тоже на повседневной основе. И здесь пример того, как работает это. Вот, я закидываю все те же слоганы и говорю, скажи мне об их недостатках. И он вот говорит, например, для первого, слоган слишком общий и не вызывает эмоционального отклика. Или там, слоган содержит шаблонное выражение в твоих руках и прочее, и прочее. То есть он сам своих же идей критикует, и ему дальше можно сказать, а теперь улучши эти слоганы по своей критике. И он это тоже может делать. Чего еще? Маркетинговый анализ. Никто вообще в маркетинге сейчас, мне кажется, этим уже серьезно не занимается. Это и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, это, конечно, очень скучный процесс, с другой стороны, он помогает выставить стратегию. Если даже это не стратегия как документ, а как какая-то концепция в голове, маркетинговый анализ важен. На него надо выделять время. И АИшка здесь может помочь с анализом целевой аудитории. Ее можно спросить, например, слушай, вот такие-то ребята, что ты о них думаешь? Как бы ты вообще их описала? Их сегментируй, напиши портрет. У него можно спрашивать о болях по Jobs to be done. Например, вот аудитория молодые мамы. Как ты думаешь, в текущей роли, какие у нее могут быть боли, которые может решить наш продукт? Как пример такого использования, вот я как раз спрашиваю. Как ты думаешь, какие боли хотят решить представители целевой аудитории этого продукта? Это я все про те же билборды про Bittrex24 CRM. И он мне набрасывает. Вот оптимизация времени и ресурсов. Им может быть важно решить проблему эффективного использования времени или увеличение продаж и прибыли. Можно еще сегментировать глубже, разбить эту аудиторию на подсегменты и для каждого подсегмента запросить разные боли. Пробуйте, тоже классно это работает. И самое интересное, что он сам, хотя его не просил, сгенерировал мне новые слоганы с учетом вот этих болей, которые он сам же придумал. И если смотреть на эти слоганы, они выглядят уже почти классно. То есть это уже работа такого хорошего, думающего, креативного маркетолога, не скучного. Ну вот сценарий, который Сергей показывал с Юрой, это выделение сути. Это то, с чем чат GPT, любая нейронка справляется лучше всего. В нее можно запихнуть большой объем данных и сказать, сделай мне выжимку, сделай просто. Как это применяется в маркетинге? Например, для создания метод тегов для SEO. Вы можете, ну там написали, допустим, какую-то страницу на сайт в блог, хотите, чтобы она там в топе поиска была, скидываете ссылочку в АИшку и говорите, придумай мне для нее тайтл, мета, дескрипшн по таким-то правилам. И он отлично с этим справляется. Вот есть у меня другой пример. Я попросил АИшку нашу создать тексты объявлений для Яндекс.Директа. Чтобы он сделал это максимально круто, я ему скопировал из хелт-деска Яндекса правила, по которым эти объявления должны формулироваться с точки зрения Яндекса. И дал ему внизу описание продукта, что вот такое-то, такое-то, там Bittrex 24, CRM номер один, там все звонки, письма, чат с клиентами на сайте и в соцсетях сохраняются, расскажи про это. И он дал мне вот такие пять вариантов текстов объявлений. В принципе, ну то есть я понимаю, что какие-то будут работать хуже, какие-то из них не будут работать вообще, а какие-то могут сработать классно, но я могу даже взять эти четыре просто протестить и убедиться экспериментально, что в принципе они рабочие. Есть еще такой процесс, как отстройка от конкурентов, потому что каждая компания хочет быть уникальной. Тут также можно использовать АИшку и, например, провести с ее помощью свод-анализ. Она отлично понимает этот формат, можно даже газгенерировать уже готовый вот этот квадратик, просто попросив, сказав, хочу в таком формате получить результат. Он отлично придумывает УТП, уникальное торговое предложение, выделяя нужное. Как пример, для вот того же продукта, я все это вот в одном чате делал, в одном окошке, там на протяжении минут 10, наверное. Я сказал, вот сформулирует для продукта бесплатное CRM BITREX24 для малого бизнеса УТП. И вот он мне накидал. BITREX24 CRM, управляй продажами, расти без ограничений. Или BITREX24 CRM, автоматизация продаж для успешных лидеров. Немного плакатно, но от этого можно оттолкнуться и докрутить. То есть нормальный маркетолог докрутит. Прикольно. Ну и финализация такая, оформление идеи, когда у нас уже появился какой-то материал или какой-нибудь, допустим, какой-нибудь прототип чего-нибудь, мы можем сказать, сделай из этого теперь продукт. Например, можно сверстать ленд, потому что, опять-таки, тот же чат GPT отлично генерирует HTML, отлично понимает KSS, может даже на PHP делать сложнейшие вообще вещи. Можно попробовать. Это переработка контента под разные каналы. Когда вы, например, сделали пост для ВК и закидываете в чат и говорите, а теперь сделай версию этого поста для Telegram, для еще каких-то соцсетей. И он адаптирует. Можно попросить его проиллюстрировать какой-то постом, сделать картинки или же просто спросить у него. Вот есть такая идея, как ты думаешь, какой контент можно из этого сделать? Лид-магнит ли, пост ли или еще какую-нибудь маркетинговую вот эту вот всю мишуру. Как пример, я попросил его оформить мне вот из тех УТП, которые он генерировал, пост для Telegram с эмодзи, с красивым оформлением. И он вот прямо мне в чате накидывает вот такие вот какие-то базовые предложения вообще поста, да, то есть такой шаблон его. Ну, можно пойти дальше. И когда у нас уже есть материал, пришло время над этим материалом поработать уже проектно. И здесь опять-таки можно отдать ручину АИшке. Можно попросить создать план работ вообще, превратить хотелки в понятные задачи или там погенерировать какой может быть рудмэп у этого проекта. Я даже иногда спрашиваю, когда, например, мне нужен какой-то аргумент. Я говорю, слушай, а как ты думаешь, вот есть такая-то задача, я ее ставлю там, например, программистам, которые нас сопровождают по SEO. Как ты думаешь, сколько времени у них уйдет на выполнение этой задачи? И мне АИшка говорит, что, слушай, ну вообще, ну, наверное, там минут 20. И когда они мне пишут, что, слушай, ну нам это 4 недели делать, это очень сложно и дорого будет. Я говорю, ну вот, например, чат-жепети с вами не согласен. И чаще всего, я-то знаю, сколько на это нужно времени реально, чаще всего он попадает. Так и вот. И что, например, можно сделать? Можно попросить создать текст задачи, который можно буквально Ctrl-C, Ctrl-V скопировать из чатика там в задачу и поставить, например, на сммщика задачу по контенту. Например, вот тут он мне предлагает контент-план в формате уже готовой задачи, которую я могу вот прям скопировать, вставить и поставить. Вот. Что вообще еще можно делать? Да самый простой способ понять, чем там АИшка полезна маркетингу, спросить у самой АИшки. И можно с ней разговаривать в формате, а вот это ты можешь мне сделать? Или а как лучше сделать вот это, чтобы получить максимально эффективный результат? В этом ее прелесть. В том, что не обязательно проходить какие-то специальные курсы для того, чтобы этим инструментом научиться пользоваться. Она сама курс и сама отлично во все это погружает. И мне кажется, что сейчас тот момент, когда нужно этим заняться, когда нужно сесть, разобраться для того, чтобы применять это завтра. И я тут, наверное, хотел бы процитировать еще одного классика, но уже маркетинга, Игоря Мана, помните, что идея – это изменение. И если вы не изменяетесь, вы не сможете достичь успеха. И мое вам пожелание – это уже сейчас меняться, уже сейчас настраивать себя на работу совместно с капилотом, совместно с АИ для того, чтобы достигать максимальных результатов завтра. И с маркетингом все относительно понятно. Это банально, это не так интересно, потому что это такая очень понятная сфера для использования АИшки. Давайте честно. Но сейчас я хотел бы пригласить на сцену своего коллегу Юру Николаева, директора по продажам Bittrex24. Он расскажет, как АИ меняет продажи. Юра, привет. Спасибо. Друзья, всем привет. Мы сознательно поделили эту презентацию с Сашей непропорционально, и вы сейчас поймете, почему. И я хочу еще одну вещь анонсировать, которая не будет в моей части презентации. Я не скажу вам, когда искусственный интеллект заменит продавцов. Ну почему? Потому что все задумывалось изначально не так. Планировалась конвергенция, что искусственный интеллект поможет эмоциональному интеллекту продавать лучше. Так ли уже стало? Нет, мы точно знаем, что еще не наступило это счастливое время. И в этом зале, например, у нас сидят сейчас около 200 профессионалов в области автоматизации продаж. Друзья, кто из вас уже эффективно применяет искусственный интеллект? Поднимите руки, пожалуйста. Да? Немного рук поднялось. Есть новаторы, и это приятно. Но на самом деле мы отстаем, я имею в виду мы, продажи, от маркетинга. Почему? Проблема в относительно низкой оцифровке рынка. Если в маркетинге на данный момент автоматизировано и оцифровано, ну, наверное, 80-90% процессов, а ставим 10% на раздачу флайеров возле станции метро, то в продажах это в лучшем случае 30%. И на рынке по-прежнему огромное количество компаний, которые ведут клиентскую базу в Excel. И для того, чтобы лучше продавать, все, что нужно сделать, это нанять тренера по продажам, который приедет и, значит, заставит продавцов лучше разговаривать по телефону. И вообще вероятность найти такую компанию на отечественном рынке, она, ну, скажем так, намного выше, чем встретить динозавра на улице. А мы помним, там 50 на 50. Либо встретишь, либо не встретишь. Тут вероятность намного выше, процентов 70. Возникает вопрос, о чем тогда мне вообще сегодня рассказывать? Может быть, возьмем и разойдемся, да, и будем только маркетинг делать? Ну, на самом деле нет. Смотрите, вот сейчас в этом зале уже есть новаторы, которые применяют искусственный интеллект для автоматизации продаж, для помощи своим продавцам. И это классное время начинать. Это классное время опередить конкурентов. И для того, чтобы подсмотреть самые лучшие примеры, я вам хочу привести, ну, наверное, уникальную историю, которая произошла самым известным в мире разработчиком систем искусственного интеллекта, а именно компанией OpenAI. Буквально месяц назад я услышал face-to-face от руководителя отдела продаж историю, как это было у них. И это очень познавательно. Значит, ее зовут Алиса, и работает это так. Примерно в ноябре прошлого года на корпоративном портале этой компании появилась надпись «Друзья, приглашаем вас на внутреннюю презентацию чат GPT-35». Это был не первый чат GPT, который они придумали, и была такая приписка «Не ждите большого влияния на продажи». Это больше про внутренние исследования. Окей, она с своими продавцами, я вам чуть позже скажу, сколько их было, пошла на эту внутреннюю презентацию, ну да, звучит здорово, послушали, ушли, потом новогодние каникулы, и вот они возвращаются с новогодних каникул, и до этого в среднем в их CRM в неделю было около 30 лидов, ну то есть 30 каких-то потенциальных клиентов. Знаете, сколько стало после этих новогодних каникул? 10 тысяч лидов в неделю. А знаете, сколько продавцов там работало? Три. И вот теперь представьте реакцию владельца компании, он вроде как уже потирает руки, вау, нам тут лидов насыпало, но мы же с вами реалисты, мы же понимаем, что любая компания просто порвется на таком количестве лидов с таким количеством продавцов. Ну, Сэм Альтман сказал Алисе, Алиса, мне тебя не жалко, у тебя есть искусственный интеллект-помощь, давай придумывай хоть что-то. И что же они придумали? Смотрите, три очевидных, но очень хороших сценария, как AI реально поможет в продажах. Первый, понятный для многих из нас, это скоринг или квалификация лидов. И сегодня уже Юра и Сергей говорили о том, как это делают банки, когда принятие решения о выдаче кредита человеку сократилось от нескольких дней, когда нужно было приходить в отделение, светить там лицом, подписывать какие-то заявки, до одной минуты в мобильном приложении этого самого банка. И нам на самом деле тоже очень приятно, потому что мы в Bitrix24 уже несколько лет работаем с моделью, которая учится и лучше квалифицирует, лучше предсказывает, какой лид надо брать в работу прямо сейчас, по какому вероятность выигранной сделки намного выше, а где можно поставить на второй или на третий приоритет. И то же самое сделали в OpenAI, но, конечно, не только это. Понятно, что они все равно не справились бы с тремя продавцами. И они начали быстро нанимать. Но когда ты быстро нанимаешь, ты понимаешь, что тебе нужно еще этих продавцов успеть ввести в курс дела. Ну, у HR есть такое понятие онбординг. Это процесс, когда человек пришел, он учится, он читает регламенты, смотрит про клиентов. Те из вас, кто регулярно нанимает или обучает продавцов, понимают, что это процесс, который требует время. И если его делают люди, получается, на это тратится двойной ресурс. Но когда это начинает делать искусственный интеллект, то ресурса нужно намного меньше, а людей можно научить намного быстрее. Опять же приведу пример из нашей практики. Для наших партнеров, многие из которых сидят в этом зале, мы в свое время разработали такой интерактивный тренажер по продажам, в который человек погружается и ведет переговоры с якобы покупателем. На самом деле понятно, что это просто программа, где мы заранее написали, как и в какой момент, что нужно отвечать или спрашивать. А теперь представьте, насколько эта дискуссия станет интереснее и эффективнее, когда не просто заранее прописанный сценарий, а когда искусственный интеллект будет подстраиваться под потенциального обучаемого продавца, предлагать ему той или иной сложности, разговор, скрипт, и в результате продавец научится намного быстрее. И третий очень классный сценарий и очень для меня понятный, вот он тоже немножко из области маркетинга. Вообще, тренд использования искусственного интеллекта есть термин Generative AI. Да, AI что-то генерирует, что-то создает. Так вот, прекрасная история создания высококонверсионных коммерческих предложений. Потому что коммерческое предложение это контент, это отчасти визуал, но самое главное, это какие-то смыслы, которые должны привести к определенному действию. Вспомните пример, который приводил Сергей в конце своей презентации, когда нужно было написать человеку «верни деньги», искусственный интеллект поработал, конверсия 100%, человек вернул деньги. Искусственный интеллект способен помочь продавцам писать классные коммерческие предложения, выбирать наиболее эффективные для того или иного сценария. Вы скажете, и это все? Друзья, нет, конечно, не все, потому что даже сегодня мы уже подсветили некоторые возможности того, как поможет вам и вашим клиентам искусственный интеллект в продажах. И это сбор данных о потенциальном клиенте, который попал в вашу CRM. Вы знаете, например, только адрес электронной почты, но по нему можно уже понять по домену, что это за компания. И дальше либо продавец будет тратить свое время и узнавать, чем занимается эта компания. И это потребует, наверное, часов погружения. Или искусственный интеллект сделает это за одну минуту. Шикарный сценарий расшифровки телефонных разговоров. Абсолютно прекрасный. Я видел живую реакцию и отклик людей, которые сидят в этом зале. Это очень полезно. И это прекрасный пример, как искусственный интеллект снимает рутинную нагрузку с продавца и высвобождает его время на реальные переговоры. Примеры виртуальных ассистентов тоже приводили. И это тренд, который сейчас очень многие компании используют и берут в свои отделы поддержки либо Customer Success. Это делают банки, медицинские компании, телеком. И вот там я хочу вам сказать сотрудникам, которые сейчас являются живыми ассистентами, есть чему потревожиться, в отличие от продавцов. Потому что вот эти вещи, они легче автоматизируются. Саша уже рассказывал про маркетинговые компании. И для продаж, для усиления эффекта конечно искусственный интеллект может создавать персонализированные маркетинговые компании на основе данных из CRM. Делая e-mail рассылки или включая рекламные компании и многое-многое другое. То, где в CRM есть связка между маркетингом и продажами. Планирование и прогнозирование продаж. Абсолютно прекрасная вещь, где с руководителя отдела продаж либо с директора снимается часть, опять же, какой-то ручной нагрузки, когда он смотрит на выполнение плана, сам строит экстраполяции. Искусственный интеллект поработает внутри CRM, подсветит сильные и слабые стороны работы отдела продаж в данный момент и покажет, окей, мы выполним план продаж, мы перевыполним его или мы сильно отстаем. Ну и в конечном итоге мы приходим к повышению эффективности переговоров. И вот тут искусственный интеллект точно не заменит продавцов, но сможет им очень хорошо ассистировать. И вот представьте, друзья, наступило то самое счастливое завтра, когда мы научились использовать искусственный интеллект для того, чтобы повышать продажи. В итоге менеджер по продажам просыпается, никуда не спешит, будильник сработал, он выключает, выпивает чашечку кофе и знает, что его помощник или ассистент, или копилот уже проделал для него большую часть работы, которая сделает его рабочий день эффективным и приведет к большому количеству закрытых сделок. Почему? Потому что AI или копилот уже составил для него расписание рабочего дня, когда, в какой момент, кому нужно позвонить, кому нужно отправить письмо, может быть, он сам уже отправил это письмо, с кем нужно встретиться. Если в этот день запланированы переговоры, а скорее всего они будут, потому что это то, чем остается заниматься продавцу, то искусственный интеллект заранее поможет собрать сильные и слабые стороны компании в этих переговорах и поможет преодолеть какие-то сложные препятствия, которые продавец встретит на своем пути. И, естественно, даст рекомендации, как успешно закрывать эти сделки. Звучит приятно? Звучит приятно. Это уже реальность? Нет, это еще не реальность. Это наши мечты, это наши ожидания. Но для того, чтобы они стали реальностью, нужно начать копать в эту сторону. Нужно начать изучать самостоятельно, что же может искусственный интеллект сегодня. Нужно начать планировать, как вы будете использовать его в вашей компании. Если вы занимаетесь продажами, а любая компания так или иначе занимается продажами, вам нужно продумать свои сценарии, как искусственный интеллект будет применяться в вашей компании, в вашем отделе продаж и в итоге поможет вырастить их и вывести на какой-то принципиально новый уровень. Мы все с вами помним то, что завтра начинается сегодня. Друзья, давайте сегодня мы спланируем то самое счастливое будущее. Сегодня мы подготовили для вас большой пул знаний, контента и информации о том, что такое искусственный интеллект и с чем его едят. Так вот, давайте мы эту информацию не просто послушаем и скажем, ну да, было интересно, было здорово. Нет, давайте сегодня мы начнем ее применять, чтобы наступило то самое счастливое завтра. Спасибо за внимание. Успешных продаж вам, друзья. Спасибо. 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 .